Я последние 5 лет занимаюсь непосредственно наукой, о её популяризации. Я работаю в музее, в музейный сотрудник. И я, как бы, с одной стороны, плотно прилепилась к телу современной науки, в основном российской, но не только, естественно, но при этом не являюсь её настоящим продуктивным членом. Так, я хотела начать вообще лекцию с нескольких определений. Наука — это определённая область деятельности человека, которая нацелена на то, чтобы дать новые объективные знания о реально существующем мире. Не трудно заметить, что в этом определении есть два слабых места. Это объективные знания, как можно пометить их объективность, ответов никак, и о реальном мире. Наукой занимаются, очевидно, люди, которые образуют определённое сообщество. И учёным считается не тот человек, который занимается наукой, который занимается деятельностью, производящей новые знания, объективные о реальном мире. Тот человек, который делает всё это, и признан научным сообществом. И здесь есть несколько таких нюансов, что хотя сообщество, если бы научного сообщества не было, и оно не признавало чужие работы, то мы вообще бы не имели хорошего критерия, что считать научным, а что нет. То есть действительно должна быть какая-то структура, которая характеризует знания, как похожие на правду. Имеет большой опыт в этой области, и отталкиваясь от неё, он может оценить, насколько получена информация, похожа на действительность. То есть, с одной стороны, с другой стороны, научное сообщество, оно очень легко костенеет на любом этапе своего формирования, вот начиная с арискотеля, и пытается не пропустить новые идеи, которые появляются. И, собственно, большая часть людей, которые как-то серьёзно расшатывали научное знание, они их долго не признавали, не принимали, пока они не становились совсем какими-то неоспоримыми, пока не назревала проблема, которая не решает. Проблема научного знания во многом в том, что она сильно зависит от восприятия людей. Вообще, как наука будет развиваться, в принципе, зависит от гуманитарных ценностей. Потому что, глядя стран, научное знание его получения было заторможено, или заторможено прямо сейчас, в силу того, что там религиозные ценности, какие-то политические мотивы, этические мотивы, или что-то ещё мешают его добывать. И, в принципе, всегда такой какой-то общий настрой, общие гуманитарные ценности в том или ином месте определяют развитие науки. От этого многое зависит больше, чем хотелось бы думать. Ну, строго говоря, в Античной Греции была настоящая наука. То есть, так как наука это не только добыча производственного знания, но и систематизация знаний уже имеющегося какими-то правильными категориями, то можно сказать, что там Аристотель, Теофраст, ну и другие деятели, и философы некоторые занимались тем, что систематизируют уже имеющиеся знания в меру сил. Но его было у них не так много, и на самом деле на систематизацию всех ботанических знаний Аристотелю не понадобила вся его жизнь, а хватило там нескольких месяцев ленивой работы между прогулками в лицейском саду. Считается, ну, как принято говорить на лекциях об истории науки, что научное знание берётся на начало веки в 16-17, когда церковь немножко, ну, не то что сдаёт позиции, но позволяет заниматься изобретением лекарств, каких-то операций и так далее, ну, в общем, противоречить воле Господа, вмешиваться в неё. Я хотела начать, ну, хотела дать краткий обзор, как мы научное знание смотрели в разное время, вот, собственно, начать с 17 века, с Томаза Компанелла, который вообще обычно известен людям только как автор утопии «Город солнца», в которой путник туда прибывает и, собственно, поражается тому, как всё хорошо и разум настроено. Но меня Компанелла поражает не этим. Вообще, он мечтал о синтезе научного знания, он подводил, как бы, коллекционировал ту информацию, которую мог в своё время в своей стране, собирал из неё большие многотонные труды. Ну, проблема в том, что он смешивал всё подряд, то есть там была разная физика и поэзия, и магия, и алхимия, всё, что можно было запихнуть, всё запихивалось, соответственно. Ему казалось всё более-менее достоверным или потенциально достоверным. Ну, понятно, что всё проверить он бы и не мог. Так дело в том, что он ещё участвовал в нескольких восстаниях против террористской семьи, вот, инквизиция быстренько загребла, ну, как будто не за восстание, а как будто за написанной книги, и начала пытать. Так вот, Компанелла — один из людей, который не сдался попытками инквизиции на протяжении многих десятков лет. Его пытали, его так и не убили, его всего искалечили абсолютно, его там сажали на коло, вообще ему пылили руки. И он так и не раскололся, так и не отказался от своих идей, и, в общем, инквизиция от него в итоге отстала. То есть там какой-то сменился очередной монарх, сказал, что если он так долго держится с попытками, может, там правда не елду, ничего плохого. Его, в общем, выпустили. И он был с искорюченной рукой, то есть он привязывал к ней пишущие принадлежности, чтобы что-то писать, и ничего, продолжал писать, заниматься интенсивно-научным знанием. В общем, хороший такой образец добычи экономики, какой он должен быть, мне кажется. То, что было после него в 18-19 веке, вообще ученые были, Ньютон открывал свои законы физические, то есть, ну, не то, чтобы был какой-то штопор, наоборот, появилось множество ученых-мужей, исключительно мужей в силу строительного патриархального строительства общества. Но и научный мир до сих пор, кстати, достаточно патриархально, он такой полузакрытый и на главенствующей должности в большинстве стран, включая, естественно, и нашу, чаще попадают мужчины. Это статистика, это не мои личные обиды. Да и, в общем, не то, чтобы это казалось мне сильно неправильным. Так вот, хотя научное знание добывалось, но оно было сопряжено с опорой на разные понятия, доказать существование которых не представлялось возможным. На всякие флагистоны, флюиды, эфиры и так далее. То есть, в концепции часто требовали какие-то подпорки, которые быстренько изобретались, ну, по аналогии, скажем так. Вот звук распространяется, распространяется в воздухе. Ну, свет, чтобы распространяться, тоже нужна какая-то среда. Наверное, есть какой-то эфир, который позволяет распространяться свету. Ну, и так далее. Вот какой-то сдвиг в восприятии науки вообще произошел в 18 веке, ну, в 19 веке в начале, когда Агюст Конт написал книжку о позитивном мышлении критическом. И он говорит о том, что метафизику от науки надо оторвать. То есть, вообще, все вот эти несуществующие сущности, все домыслы, им вообще не место. Все должно быть доказуемо, логично, понятно, вот. И это все нужно убирать. Ну, я сразу дам спойлер, что за следующие, там, сто с лишним лет попыток разобраться, что такое наука, с чем она состоит, насколько она объективно описывает реальность. Извините, эта фраза кажется мне просто бешено смешной, на самом деле. Так вот, и стало понятно, что наука все время опирается на метафизику. То есть, ты как ни копни, все равно в конечном итоге где-то будет лежать, ну, как минимум утверждение, что мир реален, у которого хороших доказательств нет. Оно, по сути, домысленно нами, и это то, на чем мы строим все остальное. В общем, без каких-либо альтернатив особенно. Тем не менее, это был хороший такой первый шаг для нескольких волн позитивизма, которые он подтолкнул в обществе. Следующим после него был вянский кружок, в котором активно действовал Людер Витгенштейн, который, вообще-то, много занимался языками и говорил, что наука тоже должна оперировать хорошо разделимыми предложениями, ясными и понятными, которые вот складываются в логически непротивилечивые утверждения. Таким образом, вся наука будет логически понятна. Он же ввел понятие верифицированности. Ну да, протокольное предложение, собственно, короткая такая неделимая единица, скажем так, ну, какого-то знания научного. Верифицированность, это понятие, которое он ввел, о том, что любая теория должна опираться на разные факты, поступившие из разных источников. Они все не должны противоречить. Ну, по сути, современные ученые, они часто так и делают до сих пор. Они берут какую-то теорию, начинают погребать под нее факты из разных источников, которые его подтверждают, более-менее игнорируют то, что как-то более-менее с ними сходится. Ничего не изменилось. Теории, которые сейчас главенствуют, то, что мы изучаем в школах, университетах, они обычно верифицируют, они опираются на какие-то факты, так или иначе, на хорошую такую коллекцию, которая выглядит очень убедительной. И это, кстати, прием, которым часто пользуются популяризаторы науки. Если ты рассказываешь только о том, как в этой области все хорошо, как там все нормально сделано и доказано, то это выглядит убедительным. Да, верифицированность, ее философы быстренько подметили, то, о чем я сейчас говорю, что вообще много, что можно верифицировать, взять и найти те факты, которые подтверждают то, что ты предположил. Поэтому Поппер, который родился позже, значит, активно, ну, такой хороший философ науки, крепкий достаточно, он ввел новые понятия. Вообще, главная проблема философии, если бы эти учебники писались без терминов, а только с тем, что в термины вложены, было бы гораздо проще. Ну, тем не менее. Термин — это один из способов ученых отгородиться от обывателей, которые активно используются до сих пор. И у меня на хирургу диссертацию не приняли, потому что она была написана обывательским языком. Вот нельзя писать ладонью вниз, нужно писать промированное конечность, промированное супинированное. А ладонью вверх, ладонью вниз — это любой поймет. Ну, как бы, кому нужна такая диссертация? Так вот, Поппер ввел понятие фальсифицированности, что теория, которую ты предлагаешь как научно, она должна, ее должно быть можно опровергнуть. То есть, теоретически можно поставить такой эксперимент, который ее опровергнет. Он может не сработать, но это должно соблюдаться. Это оказалось, кстати, лучшим гораздо критерием, с одной стороны, для многих гипотез. То есть, он действительно отсеял кучу ненаучного знания, под которое можно было подогнать факты. Ну, например, вот, что касается гомеопатии. Я знаю человека, который вылечился. Хоба, у нас есть инфаркт. А ты, теории уже там 200 лет, 200 лет не могут ошибаться. Хоба, там, второй. Ну, понятно. Но, что касается фальсификации, то гомеопатия и так все время облажает и не дает результатов. Поэтому фальсифицировать ее можно даже по-настоящему. Ее не нужно гипотетически фальсифицировать. И, ну, как бы, например, теория эволюции. Дармин говорил, что можно, Дармин говорил, что можно ее, ну, он не говорил, что ее можно фальсифицировать, но он говорил, что она не будет считаться неправильной, если в кембрийских отложениях найдут полноценного современного кролика остатки. Вот и, пожалуйста, все. Значит, организмы были созданы одновременно, Господом Богом. Никакой эволюции, возможно, не было. Ну, так не происходит. Мы знаем, что геология нам уверена, говорит, что формы находились одно с другом постепенно. В общем, фальсифицированность оказалась гораздо лучшим, более надежным критерием, но тоже не безукоризненным. Поппер, кроме фальсифицированности, еще говорил, что теории должны быть фалибилируемы, что они должны все время подвигаться к сомнению, что вся наука, она симпатически стремится к какому-то идеальному знанию о мире, но не факт, что вообще может к нему подойти, это пока непонятно. И поэтому все, что мы имеем, все всегда должно подвигаться к сомнению. У критики есть несколько, как бы, сторон. С одной стороны, она полезная, и действительно, любая теория должна быть подвигаема сомнению, должна быть подвигаема каким-то нападком. Я сегодня шла на эту лекцию в панике от гипотетического присутствия упомянутого взрослого лектора и думала как раз о том, что любой рассказ тоже должен быть подвигаться сомнению, ничего страшного, только полезно будет. Но при этом, тогда получается, что не нужно пилиться. Если все подвигается сомнению, очень трудно строить какие-то дальнейшие концепции. Ну, собственно, Попперу совершенствовала следующая волна, которая относится к нескольку крупных ученых. На мой взгляд, самые из них стоящие, по крайней мере моей внимания цепили, Кун и Локатас, или Локаташ, как вообще-то на его родине его называют. У них есть замечательное, самое популярное издание Куна, структура научных революций, и издается в книгах, в которых две половины. Сперва собственный утрут, а потом в переписка с Локатасом. Точнее, как переписка, они писали журнал, объединительные письма друг к другу. То есть все могли читать. Это как комментарии ВКонтакте, только на огромную аудиторию подписчиков в газеты. Замечательный способ самодвердиться за чужой счет. Собственно, Кун говорил, что научное сообщество довольно статично, что оно держит уже существующие парадигмы, и что если какое-то новое знание парадигму подрывает вообще глобально, то нужно подождать, пока предыдущее сообщество более-менее вымерет. То есть там люди должны либо отказываться от своих предыдущих идей, либо натурально вымирать, что иначе должен быть скачкообразный скачок в сторону нового знания, и что он возможен только такими, в общем, довольно радикальными методами. И, кроме того, Кун говорил, что долгое время наука существует спокойно, что научная революция происходит периодически, по мере накопления знания, по мере рождения каких-то гениев, по мере смерти членов старых парадигмов и так далее. Что это, в общем, все должны садиться разные факторы, чтобы произошла революция и появилась какая-то совершенно новая концепция. Лохатес смотрел более спокойно на происходящее. Он говорил, что у каждой теории научной есть жесткое ядро, и есть защитный пояс. А когда появляются какие-то факторы, которые теории противоречат, они сперва работают с этим защитным поясом, который в теории более маленьких, то есть, скажем так, у нас глобально все остается так же, но тут мы немножко поменяем хорошо. Здесь у нас маленький переворот. Но что суммарно, какие-то глобальные революции, они все-таки происходят очень редко. Но это, в общем, больше похоже на правду. Значит, хорошо. Мы, допустим, к конституции этого века пришли к настоящей науке, которая доказательна, непротиворечива, системна, по возможности, проста и так далее. И с чем мы здесь сталкиваемся? Вот сейчас философы науки существуют, но вообще я посмотрела статистику, которые в лекции по России больше у философов, например, от технологии, чем от философии науки. То есть они изучают производственные процессы, как те меняются, как новые технологии переживаются, как гаджеты входят в жизнь человека и так далее. А как меняется научное знание, изучается тоже гораздо меньше. Да и, в общем, это не так просто. Сейчас посмотрю, почему. Потому что в прошлые века у людей знания было не очень много, прирастало, но не очень быстро. Это Сорвеевский конгресс, начало 20 века. Здесь вот, на серединочке, можно увидеть еще там понт-конгрессе где-то. В общем, это все крупнейшие физики начала 20 века. Они все друг друга знали, кто в какой области работает, тоже знали. Новые статьи и монографии успевали читать чужие и были в курсе текущей ситуации. Все, что на данный момент при электромагнитной волне было написано, каждый из этих людей на картинке знал. Они по-разному к этому относились, у них были разные способности и разная тяга к новизне. Они все были такие революционеры, как Эйнштейн. Ну, в смысле революционеры, в смысле не так сильно не уважали авторитета, как Эйнштейн. Вот, наверное, это будет корректнее так сказать. Но, тем не менее, они могли охватить, они, во-первых, знали всех, кто работает в их области и знали все, что было сделано до них и сейчас, на сегодняшний момент, все, что есть. Ну, в общем, это благостная картина, которую было очень приятно изучать. И Попперу, и Куна с Локатосом, вот этот вот такой, ну, небольшой кружок, в общем, ученых, которые как-нибудь взаимодействуют, продуцируют знания, это изучение было не таким тяжелым. Сейчас ученых тьма тьмущая на планете 7 миллиардов, и там из них какие-нибудь, ну, миллионы людей, которые занимаются наукой, получают новое знание. Здесь, на этой картинке, маленькая лаборатория ЦЕРН, международная организация, которая работает на Большом Адронном Коллайдере. Это вот только одна такая лаборатория. Вообще-то их даже внутри ЦЕРН еще много, вот, кроме ЦЕРН, есть куча еще других организаций, в Атом Физике Частиц, а кроме Физики Частиц, есть еще атомные, там и так далее. Ну, в общем, ученых очень много, во-первых. Во-вторых, знания прирастают стремительно, потому что ученые работают активно в своих лабораториях, пытаются выяснить что-то о мире, знания сужаются очень сильно, то есть вот у меня сейчас, я думаю, ни один из, я не нашла статей, честно признаюсь, хотя попробовала поискать, но просто я на паб-меди, на естественно-научных порталах привыкла искать статьи, а у философов-социологов очень трудно, что ставить их название, это ни о чем не говорят, биологическому уму просто, то есть, ну, не всегда понятно, стоит ли открывать и что-то знакомиться с абстрактом этой статьи, насколько это необходимо. Вот, но, как бы, в любом случае, природ знания сейчас еще большой, охватывать его трудно. Да, и больших революций ждать не приходится, потому что в каждой отдельной лаборатории раскапывается какая-то очень-очень узкая тема, можно много десятилетий, и, там, пять грантов потратить на то, чтобы немножко сместить светимость белка, как бы, спектр его светимости, чтобы, когда вот японские нейрофигурки удаляют опухоль из мозга человека, чтобы опухоль светилась, ну, вся с метастазами, но не задевала здоровые ткани, соответственно. Это классный метод, кстати, для удаления опухолей. В России, я думаю, придет лет через 70, если духовный скреп, особенно, кто бы не затянут. Или позже. Вот. Ну, тем не менее, многие годы были потрачены на то, чтобы чуть-чуть модифицировать, как бы, один достаточно длинный тяжелый белок. Ждать каких-то глобальных каких-то решений, прорывов, в общем, и приходится. И изучать такие сообщества тоже довольно трудно. Философы немножко с этим подзавязывают, с изучением таких, ну, науки, как дисциплин, потому что какое-то необъятное поле знаний получает. Зато вот активно длинные социологи, в частности, Бруно Латур. Это очень крутой дядька, который пишет хорошие работы. У него поклонников больше пока, чем критиканов, насколько ему посудить. Та работа, на которую он хотел сослаться, называется «Лабораторная жизнь». И, собственно, он со своими аспирантами приходил в лаборатории разных естественно-научников и исследовал их так же, как социологи, этнографы исследуют аборигенов. То есть, как все устроено, как ведет себя за флабой, и какие он дает распоряжения, и кто не указал отпущение, и как устроена вся группа, кто в любимчиках, как стать любимчиком, как он кокетничает с аспирантками, почему аспирантка потом бежит к какому-то аспиранту вместо него, и так далее. В общем, он изучал лабораторную жизнь с точки зрения социологии по наработанным схемам, которые уже не раз апробировались на племенах с совершенно разным укладом. В попытке понять структуру племени научных людей, скажем так. Ну и вообще это дало свои плоды. Виктор Вахштайн, Юлю, который я теперь никогда не забуду после этой эпидемии ВКонтакте. Современный ученый, преподаватель Шаненке, вообще это, мне кажется, не основная его тема, но он тоже залезал в исследование науки, но он взял и метод латура социологический обратил на социологию. То есть латур-то естественников исследовал, а этот говорит, ну давай посмотрим, что твоя наука из себя представляет. Вот. Ну, строго говоря, они пришли к выводам примерно таким, что научная единица общественная – это банда, в центре которой есть авторитет, которая является основным носителем парадигма. Его задача – привлекать новых сторонников к своей теории, в свою научную школу и мочить оппонентов. Те, у кого теория противоречит его, те, кто претендует наугражды, те, кто конкурирует с ним за развитие этой теории и так далее. У него есть, естественно, такие как бы заместители, помощники, правые левые руки и так далее. Они тоже носители этой теории, этой концепции, но все, что он делает, должно быть его пробиранно и утверждено. И вообще это в научных сообществах это очень сильно заметно. Ты должен быть очень лицеприятен в той области, в которой пытаешься добиться успеха. Как бы ни были хороши твои работы, без человеческих связей ни в какой стране нормально ты вперед двигаться не будешь. Значит, и отсюда, кстати, вытекает второе их наблюдение, что в общем сообществе еще очень похоже на примитивные племена, потому что у них есть огромное количество ритуалов и церемоний. Вот те, кто сталкивался с написанием кандидатской диссертации, знают об этом очень много, что ты приносишь кипы бумажек, изводишь тонны просто леса ни на что, собираешь подпись у каких-то левых людей, тебе рецензентов выбирают среди друзей твоего научника, оппонентов тоже из каких-нибудь неврагов, потому что на чем он тебя зарубит, ты ничего не защитишь. Ты совершаешь очень много церемониальных вещей. Да, пир после кандидатский, на который должен пригласить все вот это заседание вековское. Они могут все не прийти, мы должны всех пригласить. И вообще вот эти взаимосвязи, взаимное расшарфивание, взаимное цитирование, как бы единственное научное знание сейчас, научный мир, это статья. Каждая лаборатория читается статьями, желательно в хороших журналах, но в плохих тоже в отчетность на самом деле идет. И статья твоя имеет ценность, если ее цитируют. Если ты про что-то написал, и оно где-то в журнале лежит, никому не нужно. Ну, значит, ты так себе ученый, и у тебя так себе исследование, да, понятно? Вот. Как бы есть индекс Хирша, насколько цитируем мы твои статьи. Вот. И, собственно, какой есть хороший ход? Если у тебя есть коллеги из одной области, ты можешь не конкулировать за гранты, если вы, например, в одном государстве работаете, а можешь договориться и взаимно цитировать друг друга, по делу или не по делу, чтобы у всех индексы росли, росли в это время, чтобы было видно, что вы настоящий представительный ученый с большими индексами. Ну, это все тоже такие штуки, на самом деле, не сильно такие родоплеменные, они не патические, то есть, когда за своих стоишь, в общем, стеной, более-менее, и против чужих, вот именно, стоишь, кроме того. Здесь список некоторых избранных нобелевских племеней, по-моему, и цинир физиологии. Вообще-то их больше, примерно, в два раза, но все бы не влезло на один слайд, а решила пожертвовать частью, которая мне кажется менее интересной. В начале XX века выбирать претендентов на Нобелевку было, ну, не так много было поражающих воображений открытий, которые реально подвинули медицину сильно вперед, вроде фагоцитоза, механизмов иммунитета, там, открытие инсулина тоже, которое начало спасать диабетиков в каком-то, в 23-м году, то есть, ну, таких вот глобальных, гигантских подвигов их было не так уж много, и выбрать нужно было, то есть, Нобелевский комитет собирался, и там у тебя 5-7 претендентов, вот, понятно, что есть какой-то, ну, какие-то личные симпатии, скажем так, я думаю, что у инсулина, например, были хорошие шансы, если в Нобелевском комитете хотя бы у нескольких людей были там родственники диабетики, да, понятно, вот, но, тем не менее, несмотря на то, что в этом все равно остается какая-то нотка субъективности, крупных открытий было не так уж много. Сейчас сотни лабораторий по физиологии и медицине делают какие-то маленькие-маленькие штучки и оценить их степень важности, что впоследствии выльется, ну, в такую глобальную какую-то пользу для человечества совсем непросто. Ну, и, собственно, с этим, в общем-то, связано то, что каких-то радикальных революций в науке в какие-то обозримые годы не предвидится, потому что слишком все попошатся по очень маленькому знанию. Хотела коснуться вопросов о знании веры. Это картинка, которую используют лично Докенс периодически в своих рассказах. Он говорит о том, что вера это то, что портит человека, что мы должны отказаться от кознительных искажений, должны пользоваться умом рационально максимально, опираться на факты, которые представляются не то, что неоспоримыми, но доказаны так хорошо и могут быть фальсифицированы, что на них можно опереться. И для него эта картинка, она про то, что главное не упасть в веру, то есть двигаясь к тому, что ты хочешь узнать, не провалиться вот эти вот верования. И у Оффштайна у него был сейчас классный очень доклад на свете просветителей, я там лично не была, про то, что популяризаторы науки, они как раз все время падают вверх, популяризаторы науки это те, кто не допрыгнул. В основном, это люди, которых выгнали из аспирантуры, и они рассказывают тем, кто не собирался в нее поступать, что делают те, кто закончил. В таком ключе. Кстати, недалеко от действительности. Я хотела обратить внимание на границы между знанием и верой. Вот я рассказываю вам сейчас про труды каких-то философов, про Нобелевки, про некоторые механизмы, приложив их к примеру, и вы, даже если вы не знаете меня лично, у вас нет больших причин мне доверять, ну, даете мне некий кредит доверия, что скорее всего, я это прочитала, либо в чем-то пересказе, или может быть в оригинале, по секрету 70% оригинале, все нормально, и можно положиться на мои пересказы, что я это делаю не в пользу каких-то своих убеждений, а значит, плюс-минус объективно по прочитанным материалам. Это первый шаг доверия, который вы делаете ко мне. Дальше. Ну, хорошо, я сижу и читаю эти статьи, делаю из них какие-то выводы, стараюсь не переписать им свое мнение, стараюсь более-менее строго пересказать, что конкретно было достигнуто в результате тех или иных исследований. Откуда я знаю, что ученые, правда, эти исследования проводили? Ну, вот вы подумайте, вот я говорю, что у меня было там тысячи крыс, я вынула у них мозги, разрезала мозолистое тело, и оказалось, что обмен веществ нарушает, сфрам получает таким-то образом на столько процентов. А что с меня не было крыс? Изначально, если я просто села и написала большую статью по научному образу и подобию. И была парочка таких классных исследователей, физиков, которые написали псевдо-статью по социологии, абсолютно состоящую из бреда. То есть там были связанные предложения абсолютно ни про что. Она не была наполнена смыслом, они даже не пытались какую-то ложь продвинуть, а просто не наполнили ее никаким смыслом, там не было концепции никакой. И под ее социологическим журналом и печатали ее там. Ну, собственно, вот тебе и уровень. А, да, собственно, они подговорили каких-то, собственно, рецензентов, чтобы им дали какие-то положительные кратеристики. Все, рецензенты дали кратеристики, статья выглядит наукообразно, ну, собственно, что еще хотите. Так вот, когда я читаю эти исследования, в принципе, я даю большой кредит доверия всем этим лабораториям-ученым, что они правда делали то, что делали, правда обрабатывали в статистике с теми, как бы, корреляциями, которые они получили, вот, что все это по правде, что то, что написано, нигде не подогнано. Я по секрету могу сказать, что в русской науке факты подгоняются, но это периодически. Но не очень сильно. Обычно есть, как бы, достаточные корреляции, если ее чуть-чуть еще завысить, то в квадрате она станет совсем хорошей и можно будет сколько-то уверенно говорить о своей теории. Но, так, дело в том, что, например, до появления максвеллских уравнений, пока Эйнштейн еще не смог выстрелить со своей новой концепцией времени, в науке тоже было много подгонов. Ну, то есть, не было понятно, как увязывать между собой электричество и магнитные волны, и их тоже, по сути, подгоняли. То есть, там, реально физики действовали так, ну, примерно, давайте, вот, константы еще на плюс два, вот так вот примерно похоже получается. И, да, в итоге оказалось, что они все правильно делали. То есть, в итоге, когда Максвелл нашел уравнение, оказалось, что электромагнитные волны примерно так, как планировалось, все, это было доказано, все стало нормально. Более того, Эйнштейн теорию относительности придумал, ей, ну, не очень быстро, ну, там, за несколько лет все равно прониклись, он очень хорошо излагал свои мысли, как я выяснила, недавно прочитав первую статью, теперь собираюсь прочесть весь 4-х томик, перейдю на русский, потому, вот, он очень дельно, понятно излагал свои мысли. Не наукообразно, без вот этих претензий, а наоборот, довольно-таки человеческим языком, насколько для физики это вообще возможно. И, в общем-то, теория тоже достаточно быстро встала на ноги, но, по сути, когда эта теория была доказана, когда она встала на факты, могу вам сказать, это было в этом году, когда выдавали Нобелевки по физике, потому что Нобелевки выделили за гравитационные волны физиком, их зафиксировали на двух огромных дорогущих установках в разных концах. Первая зафиксировала, как две черные звезды, столкнувшись полтора миллиарда лет назад образовали гравитационные волны, и вот, наконец, мы их поймали. Ну, то есть, не знаю, для меня это звучит... Я верю этим ребятам, что-то какие-нибудь деньги вбухали, я думаю, там все по правде, и действительно, озабоченные фанатики все честно сделали. Но звучит вообще довольно для обывателя спорно, скажем так, что это может быть доказательство. Но, однако, да, это считается, это считается. Тюрель Эйнштейн вот, наконец-то, было доказано. В 1915 году он ее издал, в 2017 мы ее, как бы, подтвердили. Вот, можно сказать. Очень сложно там. Там микроволновка, если где-то включат, показывали видео, что там у них даже телефоны, часы, чтобы ничего рядом с этой лабораторией не было за километры. Ну, это понятно. Но даже при всех этих осторожностях, мне, ну, мне с моей колокольни биолога, который меряет все более-менее эволюцией и длительностью жизни вида, ну, это такое, нормально, для меня мерило. Жизнь организма это не очень важно. А вот жизнь вида, ну, там, 100 тысяч лет, ну, пусть там, 200 тысяч лет, хорошо для крупных, питающих. Это вот, типа, примерно та мерка, которой я могу что-то оценить в своей жизни. Для меня то, что полтора миллиарда лет две черные дыры столкнулись, ну, как бы здорово, конечно, но в это время еще на земле жизнь с бактериальной слизью, еще многоклеточность не вылезла, поэтому для меня как-то это не очень актуальная новость, не очень свежая, не знаю. так вот, двигаемся дальше. Что касается веры, ладно, я доверяю ученым, я читаю эти статьи про порезанные мозги, там, про гумагенат и так далее, про биохимию, все выглядит довольно-таки прилично, у них хорошие лицензенты, журналы с хорошей, хорошей репутацией, вот, я им доверяю, хорошо, и потом могу это вам излагать. Но ученые, они опираются тоже на работу друг друга, они все время, не все ссылаются друг на друга в рамках взаимного цитирования, многие действительно пишут работу, опираются на какие-то данные, полученные до них. И это еще один кредит доверия. То есть, эти люди, они, ну, примерно так же, как и я, они лучше подкованы в своей области, естественно, чем я в их области, но, де-факто, они делают тоже такой еще один шажок веры, что их коллеги правду все это сделали, что такие результаты правду имели место. Ну, то есть, в общем, вся вот эта граница между знанием, между тем, что вы знаете, вот даже сейчас, да, после, после этой лекции, какие знания можно было вынести, они все практически следят на доверие. И если убрать чужую книгу, не важно, монографию, тем более, какой-то критический анализ, это тоже шаг доверия в сторону людей, которые это там написали и проанализировали, или якобы проанализировали. В итоге, наука, она очень шатко стоит на огромном количестве верований в нее, скажем так. И, собственно, мне кажется, удручающим вот это очарованность научным знанием, что тут есть наука, она помогает нам предсказывать будущее, помогает нам решать разные сиюминутные проблемы, пользоваться айфонами, нецелилом, что в силу всего этого она решит все дальнейшие проблемы. Но, де-факто, во-первых, прирост знаний идет хоть и очень быстро, но такими маленькими шажочками, то есть получается такая огромная, не знаю, расползшаяся такая структура, которая медленно-медленно двигается вперед, вместо какого-то более-менее там клина, как в начале этого века физика, а вот Эйнштейн, и за ним там последователь потеряет носительность, хоп-хоп-хоп, то огромный процент науки это фундаментальные знания, которые вообще не планируются как прикладные. То есть мой приятель, кандидат в логических наук, вываривает гениталии бабочек в огромном количестве, чтобы определить, сколько видов голубянок живет на территории полярктики. Зачем это может быть нужно, учитывая, что вид это вообще возможно нереальный факт реального мира, а концепция выдумана учеными для удобства систематизации окружающего живого мира. То есть в принципе это возможно. Про вид, кстати, до сих пор не договорились. Вообще, когда начинаешь копать, выясняются интересные вещи насчет наукишных мер. У многих таких четко определенных простых понятий, ну биологических, когда мне это ближе всего, проще всего, нет достаточно хорошего определения. Ну то есть, ну белок, ладно, понятно, это огромное количество наминокислот, которые склеены между собой, как-то уложены. Все, вот тебе белок. Он в принципе, под него много что можно подогнать, но это годится. А вот ген, например, вот у меня в школьной ученике было написано, что ген это последовательность нокротина, в которой кодируют один белок. Но мы же сейчас знаем про рамки спайсинга, про то, что можно сдвинуть немножко, как бы, сдвинуть начало читки и собрать другой белок, как бы зацепив соседние какие-то гены или повязав немножко из того, что ты отсюда склеил. Получается, что один ген вообще не может тодировать. И несколько белков, на самом деле, и что тогда такое ген, как бы это некая номинальная структура на нокротинах, которую мы выделяем, чтобы хоть как-то описывать происходящее внутри клетки. Ну и я уже молчу о видах, да, и более крупных таксонов, потому что если у меня когда-нибудь будет диссертация, она будет по систематике, вот, мартышковых приматов. И это очень смешно, как систематик дерутся между собой и пытаются отнести, ну как бы, как должны строиться таксонов. Сейчас набирают обороты, там, монофилитическая систематика, что нужно относить всех к тому таксону, к которому они произошли. То есть мы с вами... То есть мы с вами... Монофилитическая. Ну, филис-светки, полифилитический, монофилитический. Это она пытается всех объединить, так как последние лет 20 систематике все дробили, неистово, сейчас они пытаются как-то собрать все обратно, может быть, в другой форме, но чтобы снова были какие-то понятные, удовольные царства, отряды, чтобы можно было детям немножко рассказать о том, как живой мир устроен, ну, хоть примерно, чтобы это было похоже на правду. Так вот, в рамках этой систематики мы с вами все кистеперые рыбы. Мы от них произошли, мы относимся к этой группе последовательно. Ну, как бы, что в принципе, да, небольшой степень соответствия в действительности мы имеем таких предков, но при этом мы, ну, в общем, далеко ушли. Наука, это сообщество, я уже говорила, что оно полузакрытое, я хотела к этому вернуться, что, получая высшее образование, автоматически в научное сообщество не попадаешь. Попадаешь, если начинаешь производить знания. И тут есть тоже несколько таких нюансов. Например, вот я работаю в музее и сталкиваюсь с антипатией государственных музеев к частным. Частные коллекционеры относятся к своей коллекции с большим крепятом, информацию собирают с большой нежностью, деньги платят своим сотрудникам хорошие. Это очень сильные организации, которые на базе своих коллекций добывают довольно устойчивое знание. Но при этом государственные музеи относятся к принадлежению, потому что это несколько частный корыстный интерес. Как будто из-за того, что он частный и корыстный, знание становится менее ценным, каким-то менее возможным к использованию. Не знаю. Это как будто этический момент, который якобы обесценивает то, что нарабатывает частный музей. И также разные государственные, там, рановские, например, организации, институты, которые получают гранты государства с неприязью, относятся к частным биомедицинским компаниям, которые пытаются найти какую-то вакцину или что-то, вольтон, но они нашли какую-то вакцину, лекарство, механизм. Дальше его запрецентовать его и поставить на производство очень тяжело. Они сталкиваются с противоборством, потому что все хотят быстренько понять, что они там не синтезировали, сделать это у себя под грант государственный патент получите. Ну, то есть, конкуренция большая и частные организации, которые вообще-то много пользы могут приносить, их стараются щемить государственные по мере сил. У государственных нет денег, нет бандюганов нанятых обычно, но зато есть вот этот самый, этот авторитет государственной организации. У нас тут все достоверны, у нас все принятые научным сообществом, у нас все трудно лицензированы, все опубликовано в хороших журналах. Мы сами между собой обо всем-то договорились, вот это продуцируем и всего этого можем лишать частников. Ну, то есть, первый, например, нюанс. Второй нюанс. В рамках нападения на популяризаторов слыхало, ну, это уже в Авштайне, кстати, о том, что вот наука, она такая сложная, и ты, когда отвечаешь просто на сложный вопрос, ты скатываешься в проповедничество. Ты уже не, ну, ты не рассказываешь настоящую науку, потому что настоящая лекция по антипологии, она должна пить за часов 35, чтобы там ушли все факты, все необходимые черепа, вся история вопросов и так далее. Вот. Если ты что-то рассказываешь там на 40 минут и на час, ну, как бы, про фанацию и проповедничество, тут на самом деле несколько сталкиваются тонких соображений. С одной стороны, я работаю в музее, я сталкиваюсь с тем, что есть такие слои людей, которые правда хотят проповедь. Они говорят, просто скажи мне, как было. Просто скажи, как было. Ну, есть липозин, говорят, стоп, не надо сложно. Просто скажи, как было. Я когда папа спрашиваю, он открывает страницу и говорит мне, просто как было. Я хочу то же самое, только чтобы по науке, чтобы авторитетно хорошо на фактах стояло. Ты говоришь, ну, если я тебе факт не расскажу, то ты как решишь? Как ты, окей, ты мне уже приписал авторитет, я музейный сотрудник, хорошо. А что касается фактологии, ну, как ты, как бы, что, в чем тогда будет разница между тем, что я говорю, и тем, что, как бы, говорят люди, у которых фактов под базой доказательных нет. Вот. Есть такой классный день, во-первых. Во-вторых, когда, если есть какая-то общество большая этическая проблема, и она тебя лично тревожит, а когда ты делаешь лекцию, например, про какую-нибудь ценность, контрацепцию и возможность оботка, то ты ратую за нее, подгоняешь факты, ты действуешь в рамках верификационной классификации и максимально-максимально нагнетаешь, насколько правильную там концепцию ты продавливаешь сейчас, потому что она там этически важная, для тебя лично, для ряда людей в том числе. Вот. С одной стороны, вот эти поповеднические нотки, они, правда, имеют место. Более того, вот эта апелляция к авторитету, у меня недавно был страшный, постыдный момент, когда мой приятель на кухне готовил салат и резал в него, собственно, салат, лотух, по-моему. Вот. А я ему говорила, что это капуста. Ну, и он такой, фу, не называй это капуста, это уже салат. Я ему говорю, какая разница, крестоцветные, все такие крестоцветные. И он говорит, ну что, хочешь сказать, что это растение из одного семейства. Я говорю, я вообще-то биолог, да, я хочу так сказать. А потом я загугливала, и нет, салат лотух, это астроцветное, не крестоцветное, он другой у него, поэтому есть любые на вкус. Вдруг он был прав, а и нет. Но я помахала в воздухе своим вактуальным дипломом и победила в этом споре. Не честно, мне осталось, чтобы пойти погуглить, сделать, это более адекватно. Вот. Вот эти нотки незаслуженного авторитета, и, кстати, ученые тоже иногда совершают ужасные ляпы, говорят какие-то ужасные этичные вещи, продавляют какие-то стрёмные концепции в рамках того, что он уже оставившийся ученый с настоящими статьями и экспериментами на спину. С одной стороны, с другой стороны, научное сообщество приложило много сил, чтобы отгородиться от остального мира. В некоторых странах это более заметно, в некоторых менее. В Америке, например, исследование, если ты будешь кроме научной деятельности вести популярные, читать какие-то лекции, писать книжки популярные по своей теме, налогоплательщики будут понимать, на что они тебе дают, хотя бы та часть, которой не все равно, на что уходят эти деньги, таких немного, но тем не менее. Вот. И они будут тебя поддерживать в рамках там какого-то перераспределения доходов, ты все еще будешь, как бы так как ты прозрачен, твоя деятельность прозрачна для населения, у тебя будут хорошие шансы продолжать деньги получать. В нашей стране за популяризацию ничего тебе не будет, ты можешь, но это кое-где-то вообще прицается, кое-где всем все равно, если успеваешь делать вместе свои работы, пожалуйста. Ученые, которые действуют с помощью вот этого нарочито усложняемого языка, как Гегелем, когда я писал свои книги, он потом писал в переписках, что он нарочно пишет тяжелым языком. И в науке российской есть такие нотри, что статьи пишутся нарочито утяжеленные. В гуманитарном знании это особенно заметно, но в естественных науках тоже, в общем, это, в общем, просвечивает, что ты не можешь обывательским языком обычно делать науку. Ты можешь обывательским языком делать популяризацию, к ней будет не то же самое отношение, как-то и научные деятельности, соответственно. Получается, что наука со своими бандами, племенами старается еще отгородиться от людей, которые с ней не связаны. Ну, то есть, окей, тогда мы не будем заниматься этой деятельностью. У нас тут своя, ботаем свои пения, делаем свои дела, все, и, значит, государство решает, кому-то денег, кому-то нет. А вы, темный люд, можете там думать, что хотите. Что кажется мне совершенно несправедливым. И наезды на популяризаторов разного уровня тоже мне кажутся часто несправедливыми, потому что все имеют право иметь доступ к общественной ценности научного знания. И оно должно подаваться в разных формах. Да, очень трудно на сложный вопрос отвечать просто. Это не всегда имеет смысл. Иногда есть смысл разбить ответ на несколько частей, спроводать биохимию, потом цитологию, а потом ответ на вопрос, наконец-то. Это правда. Что это иногда лучше, чем просто сразу начинать говорить, что там окситоцин отвечает за доверие. Как это делают разные кучи. Это правда. Для добросовестной работы иногда нужно ввести какой-то понятийный аппарат, которым ты можешь апеллировать. Но при этом вот это отгораживание на улице, когда нет, либо уж ты делаешь настоящую социологию, читаешь всех вот этих вот там латуров и кунов запойно много дней и ночи, можешь их анализировать, легко на них ссылаться, либо нет. И если нет, все, тогда уже, даже не прикасаясь, все, отойди в свою темноту, молись, постись, радиораднишь. Все такое. Что мне кажется спорной теории? Мне кажется, что научное знание должно транслироваться в общество, во-первых, на разных уровнях, во-вторых, и раз уж она должна быть аспарьема, то и разные вещи должны проверяться, скажем так. Ну, то есть в рамках какого-то околозитетического знания, не знаю, юрбеды, народной медицины, еще что-нибудь возьмите, какие-то вещи, которые, ну, много лет считаются рабочими и люди говорят, что помогают, они должны, по крайней мере, проверяться. Они не говорят о том, что они должны входить в список нашего госстрахования медицинского и работать на людей, но, по крайней мере, нужно посмотреть, как бы, нет ли в них каких-то здравых предпосылок, потому что это бывает. Как мы тренируемся многими травмами? Ну, понятно, что там все равно действующее вещество, там, зверобой, да, активное, которое можно отдельно синтезировать, не обязательно для этого травки собирать. Но, тем не менее, полезно, что его долго использовали, есть смысл посмотреть, что же в нем работает, использовать это дальше в правильных дозировках, а не случайным образом 6 кг зверобой на литр. Если у вас есть какие-то вопросы, я готова пробовать и ответить.